Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Как он ее спас, да? В самый последний момент. Так только в кино бывает. Да я бы тебя тоже спас. Правда? Само собой. Подожди. Что? Сейчас. Сейчас. Вот. Уважаемая Анастасия Владимировна. С ума сошел. Иди сюда. Помогите. Помогите. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Костин, там же помощь нужна. Ну? Костенька, пожалуйста. Ради меня. Да. Помогите. Вот если мне башку оторвут, это будет на твоей совести. На. Да. Э, мужики, вы че? Ау. Ты че партизанишь, а? Не страдайте его! Я милиссу вызвала! Костя, Костенька, ты как? Костя. Э, мужик. Это от ножа. Он весь в крови. Это от ножом его. А тебя как зовут-то? А? Вадим. Я Костя. Я Настя. Костя. Помоги, а? Я не забыл. Так. Скорую забрать. Срочно. Сейчас. Ты сам же за меня выйдешь? Чего? Ты серьезно? Ты ж мне не сказала? Я за меня выйду. Ага. Хобяёёёёёешёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё Субтитры создавал DimaTorzok Я вообще не понимаю, зачем я иду на эту работу? Ну, для чего? Ну, в лучшем случае, я дослужусь до начальника отдела рекламы К сорокету закроем ипотеку. Зашибись достижения Костенька, ну, надо как-то работать, откладывать. Все так живут Да не все. Нормальных денег в нашей стране вообще не заработаешь. Только если воровать. А я не умею. Может, мне учиться пойти и воровать? Ну, похоже, кто-то до утра не спал и играл в онлайн-покер Мы же договорились с тобой, что я не буду больше в обычные игры Да, после того, как ты проиграл все, что мы откладывали на отпуск Настя, ну, я же тебе говорил, что я делаю это ради тебя, чтобы ты смогла это сделать у кого в нормальной московской клинике Костенька, ну, я же и в нашей могу Это даже не обсуждается. А если я тебя потеряю? Я же с ума сойду Ну, не повезло. Слушай, даже профи иногда проигрывают Ну, ты же не профи. Ты гуманитарий. Не надо тебе играть Да? А как мне стресс снимать? Может мне в байы пойти? С девочками. Как некоторые Так вот, я вот не такой Ну, конечно, ты не такой А давай, а давай я тебе буду стресс снимать Может быть, мне придется ЭКО делать Ой, давай Подожди, подожди. Тихонечко Давай, давай, давай Мама, ты опять? Ну, какие конфеты с твоим диабетом? Ты в больницу опять захотела? Душа, ну, не переживай ты за меня ЭКО! Ты лучше губки подкрась и глазки подведи Посмотри, я в твоем возрасте выгляжу лучше, чем ты Женщина должна следить за собой Мужчины ценят женщин Только тех, которые ценят сами себя Мам, тебе нужно блог в интернете вести Популярный будешь, а я это уже все слышала Ну, что, все соответствует последней неделе цикла Беременности нет Ну, как же так? Меня тошнило и грудь болела Настена, это психосоматика, такое бывает Нет, чудеса, конечно, случаются, но на них рассчитывать не стоит Что Акостик сказал про ЭКО? Он за, только говорит, не здесь Либо в Москве делаем, либо нигде Ну, что волнуется за меня и… даже чересчур как-то Не, идея, конечно, хорошая. Были бы деньги, да? Ну, когда буду, тогда об этом подумай Нам сейчас никакой ЭКО не оплатить Ипотеку бы закрыть Слушай, а возьмите его у нас, а? Потом будут деньги отдадить А, нет, нет, Костя никогда не возьмут у Ильи в долг, это ж как признать, что он не справляется Настя, он не справляется, так и есть Если всех мерить по-твоему Ильи, можно… Не у всех мужья, прокуроры и… Ну, Настя Костя очень старается и… Пусть старается, молодец Мне на работу пора Так… Стой, я тебя провожу Настя, подожди, давай поговорим Не обижайся, женщина, подождите Слушай, а ты не можешь в своем банке кредит взять? Ну, может тебе как сотрудник, ульгут какие-то полагаются, а? Ай, ну, на мне уже один кредит есть, пока достаточно В смысле? Так, подожди, почему на себя, почему не на Косте? Это же его была идея взять квартиру в Москве, это что такое? Костя тогда не работал, ему бы никто кредит не дали Отлично! Ладно, все, я поехала, вечером тебе позвоню Вызывали? Чижов, у нас сегодня тринадцатое мая и ваш испытательный срок официально истек В общем, мы с вами решили расстаться Не понял Начальник отдела рекламы, ваш непосредственный руководитель, недоволен качеством вашей работы Газету кормит реклама И в условиях кризиса мы не можем себе позволить держать неэффективного менеджера Ну, я сейчас как раз разрабатываю нового клиента, окна радости Это очень крупный производитель Николай Сергеевич, ну, вы же понимаете, что это все не быстро Еще чуть-чуть и они подпишут с нами годовой контракт на размещение Месяц назад вы это уже говорили Ну, у нас не самая передовая газета, прям скажем И рекламодатели в очередь не выстраиваются Так вот, ведь вас и наняли для того, чтобы вы их сюда приводили Чижов, ну другие же как-то справляются Специалиста такого уровня, за эти деньги вы просто не найдете Уже нашли! Завтра приступает, так что две недели можете не отрабатывать Зайдите в бухгалтерию, расчет получите, там уже все готово Это ошибка Настя, меня уволили Настя, меня уволили Кость, я уже освободилась? Минут через сорок могу тебя забрать Да, Стюш, слушай, не надо за мной заезжать, у нас окажется корпоратив Уже по юбилей, представляешь, ага А в редакции или где-то? В редакции, буду до конца сидеть, изображать приятное общение Все, ложись, меня не жди Хорошо, веди себя прилично Пока Да-да-да, спасибо большое, я поняла Мам, я Ирку попросила Иванченко позвонить, ну она же его лучше знает Ну и? Ну а и что, он трубку не берет? Значит, налезались оба, видать корпоратив удался Мам, ну почему ты сразу думаешь, что он напился, а может случилось что? Потому что жизненный опыт, Настенька Ничего не случилось В худшем случае, заночевал где-нибудь Нет, нет, он бы мне позвонил Мама, а может быть его избили и в канаву бросили, а деньги и телефон у него украли Скажи мне, пожалуйста, к кому мне в таких случаях надо звонить? В полицию надо идти Костя Анастасия Владимировна, я это же официально заявляю вам, что ключи от квартиры утрачены Костенька, ну а с телефоном то что? А я и думаю, что телефон утрачен так же Ну как же так? Вот так фундаментально Клади спать его скорее, завтра поговорите Мам Что? Я его не понесу Костя, вставай Давай Давай А представляешь, наш директор вообще уже нажрался в дым И давай, представляешь, другим приставать А наши, главное, все Сергей Семенович, а ты с родной так и надо А я? Нет! Мне плевать, что ты директор! Козел безрогий! Так сказал, а он взял и уволил Как уволил? Пусть Говорит, Чижовов, пусть теперь везти Костенька, а как мы с тобой ипотеку так будем выплачивать? А теперь еще тут телефон новый Костя, это же нарушение трудового кодекса, ты на него в суд можешь подать Кость, слышишь меня? Да Ну говори Ну что, плохо ему? Зато вчера было хорошо Знаешь, маму все бывает А то, что уволили его опять То его недооценивают, то его притесняют Сейчас вообще в Клары Цепкин подался За права женщин стал бороться Жалко за чужих Ну он вообще, а больше года он проработал только в твоем банке И то благодаря тебе Я уже молчу про эту авантюру с ипотекой В Москве ему уже не захотелось В результате пшик Квартиры нет, зато есть кредит И платишь за него ты Мама, он же о нас заботится, чтобы мы лучше жили Ты знаешь, о чем он думает? Нет, а я знаю Вон сколько людей попало Ты ж телевизор смотришь Там про одних обманутых дольщиков говорят Да он во всем такой Все уже люди поняли, кто твой Костяк Только ты в розовых очках На словах он Лев Толстой А на деле Алексей Мама, да я люблю его, как ты не понимаешь За что? Вот у Ирки муж это я понимаю Вот не надо Ты знаешь, что он с девочками в баню ходит? Что? Да от зависти Знаешь, что могут сказать Зато мой Костин такой не способен Да, да, у него есть какие-то недостатки Но я на двести процентов уверена, что он мне никогда не изменит Ну конечно, зубы заговаривать он мастак Только работать бы научился Мама, у него просто не было шанса себя проявить Нормально? Здрасте Здрасте Алло Да, я Помню Да Не может быть Что? А какого числа? Понял Договорились, до встречи Кто звонил? Вадим Андреев, помните? Ну, парень, которого я спас тогда А, да конечно, ты же мне тогда предложение сделал Он умер вчера? Да ты что? Да, мне нотарио звонил Говорит, он мне какую-то наследство оставил А какой толком не говорит? Только если в Москву приехать на слушание А что там случилось? Я не знаю, кто-то меня наследство оставил Что он мне мог оставить-то? Не знаю У меня машина уже Главное, чтобы не долги Я понять не могу Откуда у такого количества людей столько денег на такие тачки? Завидовать, Костенька, очень плохо Я не завидую, я поражаюсь А также дом в Московской области Ты понимаешь, что происходит? Ну, не очень Здравствуйте Я гражданская жена покойного Вадима Андреева, Марина Чеботарь Здравствуйте Понимаю Мы уже заканчивали Таким образом, Константин Чижов, как единственный наследник покойного Получает все его движимое и недвижимое имущество Все счета, вклады, а также наследует статус мажоритарного акционера Анда Банка с правом управления Я, наверное, что-то пропустила, а что получает мой сын? Сын покойного, Петр Андреев Сын не упоминается Спасибо Я не понимаю, что мы достойны этого, мы миллионеры Ой, простите меня, пожалуйста Не хотела там рыдать Никак не могу привыкнуть А вы, Константин Чижов, друг Вадима? Да, я А вы? Я Настя Жена Кости Ну, а я Марина, вы уже знаете, кто я Вы, вы, простите, мы же, мы не знали И просто нам позвонили и… Да, убийство Вадима стало ударом для многих А его что, убили, что? Кошемар какой, а как же так-то? Ну, что же мы с вами в коридоре-то сидим Вы приезжайте сегодня к нам на ужин, заодно посмотрите Хоть увидите, что вам наследство досталось Ой, спасибо вам большое, но нам еще в Рязань нужно возвращаться Костя только через полгода сможет наследством распоряжаться Так что мы вас беспокоить не будем Хотя можно и позже поехать Да? Ну, отлично, давайте тогда часов в семь Телефонами обменяемся У людей горе, а мы поедем смотреть дом, который у них отбираем Да ничего мы не отбираем, Вадим нам сам все оставил И она нас сама сюда позвала Мы только что разбогатели И ты должна от радости вообще до потолка прыгать А не искать проблемы там, где их просто нет Ну, ты же знаешь, как я не люблю ездить по трассе ночью Сидим час, потом поедем Давай без фнатизма Поверить не могу, что мы теперь будем здесь жить Ты вообще посмотри, какое все другое Это-то и пугает В Рязани все родное, знакомое Скука! В одном районе пукнул, в другом слышно И каждый день одно и то же А здесь все время новые впечатления Как думаешь, мы будем здесь счастливы? Да конечно будем, с такими-то деньжищами Представляю, какой у тещи коллапс будет Когда она узнает, что ее зять неудачник теперь, миллионер Ну, нехилый домик Ага Ничего себе А это вот к чаю Ой, да что бы не стоило А чье это вот чудо автопрома А эту, Костя, теперь ваше по завещанию И дом, и машина, и деньги, и банк, все ваше Ага Ага А это подруга моя, Викусик Я ее к нам на ужин пригласила Вы же не против? А мы только за Приветик, Настя и Костя А я Виктория, как победа Рад Кость, достань, пожалуйста, пакетики из машины Там шампусик и икра Настя, а вы какое шампанское пить будете? Ой, мы не будем пить Нам еще домой возвращаться за руль Ну что, пройдемте? Да, да Ой, давай быстрей Я подойду сейчас Я не могу сейчас говорить Настян, да я на секундочку Слушай, короче, я сейчас на кассе встретила Иванченко Он там нормально так алкоголь набрал Ну, я не выдержала, ты же меня знаешь Спрашивали, мол, что у вас там опять корпоратив? А он такой, в смысле? Ну, короче, слово за слово Выяснилось, что никакого корпоратива у них тогда не было Представляешь? Я поняла, я тебе перезвоню, хорошо? Угу Кто с вами? Это Ирка Ой, Петя Здравствуй Здравствуй, мальчишечка Какой у тебя красивый тут бантик Петя Петя, у нас чудо, а не ребенок Ему просто нужно дать кефирчик, а он сразу засыпает Что? Давайте садиться, уже все накрыто Аня, неси его укладами Пройдемте Кость А можно еще мясо попросить? Добавку Давай я тебе положу Настя, успокойтесь Ешьте, это Аня на работу Не мешай, Аня на работу Спасибо Предлагаю перейти на «ты» Замечательно, я тоже хотела предложить Ой, да Вы все молодые, к чему эти формальности? Ты, вы, какая разница? Главное, мы все здесь собрались, друзья Да? Угу Так вкусно Так красиво Да Дом бомба просто Да? Да Все продумано А вы видели уже бассейн? Нет Да, здесь есть и бассейн Вадим сам все проектировал А кстати, как его убили? Ну, Кость, ты что с ума сошел? Нельзя такое говорить? Марисечка, родная, как ты? Ну, Кость, все нормально, все нормально Его Аня нашла в кабинете, он на полу лежал, в луже крови, с пробитой головой Рядом лежали часы, тяжелые такие, ему отец подарил, они всегда на стале стояли Вот, наверное, им ее убили Их полиция забрала, сейчас расследование идет, следователь какой-то шныряет, неприятно И все, что-то выискивает, вынюхивает Илью арестовали, Илья Фомина-то, совладелец банка, партнера Вадима Простите, пожалуйста Бедная моя девочка, за что же тебе такие страдания, вообще? А я вот часто думаю, а что если бы нас с Петей так-то дома остались, никуда не поехали Может и Вадим бы живой остался Ой, нет, а что наоборот? А если бы Петей, ой, даже говорить не хочу А у вас есть дети? Или вы так решили для себя пожить child-free? А, нет, дело не в этом Просто не получается пока Костя, а жена намекает, ты плохо стараешься, ай-яй-яй А, я вот все хотела спросить, а как вы познакомились с Вадимом? Ну, на него напали в парке местные упыри, вот, а он оказывал сопротивление Ну, силы были не равны, его пырнули и хотели добить Ну, я услышал, значит, побегаю Да, хоп-хоп, ну Вот, и в общем оказался в нужном месте в нужное время То есть ты ему спас жизнь? Ну, выходит так Ты прям герой, я теперь понимаю, почему он тебя все оставил А когда это было? Десять лет назад Костя тогда мне предложение сделал Вы так давно вместе Угу Мне с Настенькой очень повезло Десять лет как один день, да? Да Поцелуй За это надо выпить А вы чего совсем не пьете? Ну, человек же умер Ну, ладно, я могу быть трезвым водителем А зачем вам вообще сегодня ехать? Тем более в Рязань Утром проснетесь и поедете Здоровая мысль, заодно Москву посмотрим Да, ну, может быть, вы и правы Угу Да А сколько здесь всего бутылок? Не знаю, это Вадим собирал Я как-то больше повину А, а можно ли вон ту? Да Достала Пожалуйста Марусик, я поехала домой Утром пилатес Хорошо, мы тебя проводим О, инклюзив Какая-то, может, наша квартира Какая ванная Чего вы в комнате-то делаете? Слушай, хорош этот Петя, да? А как тебе Марина? Да нормально, вроде Ой-ой-ой Жалко ее, да? Одна с ребенком осталась без гроша Даже как-то неудобно, что нам это все досталось Так, я Вадиму спас жизнь, он сказал, что не забудет И не забыл Да Так что все честно Какая кровать Да А-а-а-а-а-а Слушай, Кость, а где ты все-таки был, когда пьяный пришел, а? Да ты корпоративе был аж тебе говорил уже, ну? Ну, да. Просто Иваниченко Ирка сказала, что корпоратива не было. Какой Иваниченко? Он во вторую неделю был в отпуске, откуда он знает про корпоративы? Ну, зачем он тогда Ирке так сказал? Ты же знаешь отношения Иваниченко ко мне? Ну, он мне завидел лучше со школы. А тут такой повод мне подгадить. Ой. Мать, ты не о том сейчас думаешь. Мы не только что сорвали банк! Вау! Я ипотеку закрою. Я тебе шуму куплял. Новую машину. Я тебя в Париж отвезу! А мы ж теперь и ЭКО сможем сделать? Да мы вообще сейчас все что хочешь, вывезем! Заводи. Конфеты принесли? Да. Без обертки. По правилам. Фомин, вы можете реально скостить себе срок. Просто расскажите, как и почему вы убили Андреева. Я не могу признаться в том, чего я не помню. Могу повторить еще раз, что Вадим, я почувствовал себя плохо и, видимо, потерял сознание. Потом очнулся, уже еду в машине домой. Между этими двумя событиями ничего. Пустота. Удобная амнезия, но бессмысленная. Камеры зафиксировали вас входящим и выходящим из дома жертвы в вечер убийства. Кроме вас и убитого, в тот момент в доме никого не было. Гражданская жена Андреева, Марина Чеботарь, поехала с ребенком в больницу. Врач зафиксировал. Когда они уезжали, Андреев был еще жив. На камерах видно, как он выходит из дома, кладет в машину Чеботарь сумку. Потом Чеботарь уезжает, а Андреев возвращается домой и больше уже оттуда не выходит. Зато через час из дома выбегаете вы. Садитесь в машину и уезжаете. Сразу же после вашего отъезда возвращается домработница, которая обнаруживает тело. Ваши отпечатки пальцев обнаружены на орудии убийства. И по всему кабинету. Аня сказала, что ты здесь. А я вот решила тебе компанию составить. Надеюсь, ты не против? Ты прям русалка. Ну да. Отличный бассейн. Да, Вадим здесь мог часами находиться. Говорил, что вода его оживляет. Если бы так. Мне очень жаль. Я Вадима вообще почти не знал, но думаю, он успел пожить счастливой жизнью. Деньги. Положение. Шикарная девушка рядом и. Думаю, любой бы был бы рад оказаться на его месте. Да? Даже знаешь, что вы потом убьют? Лучше яркая и короткая жизнь, чем длинная и скучная. Настюш, ну что ты делаешь? Прекрати. Завтра Аня придет, все уберет. Да тут одна кружечка. Хотела чаю черного выпить. Настя, тут такой бассейн вообще. Айда купаться. Я купальник не убрала. Так у Марины попроси. Так я дам. Хотя, Кость, неудобно. Ну, как хочешь. Дай воды, а. Держи. Ой, а у нас кефирчик кончился. Я Петеньке на ночь даю. Для кишечника. Ой, придется самой ехать. А можно я за ровно? Кто тебя приглашал? Действительно, давайте все вместе поедем. Я сейчас Петеньку разбужу. Вдруг он проснется, чтобы не испугался. Ой, нет-нет-нет, не буди. Не буди. Я останусь. Вы поезжайте во двое. Ага. А как вы поедете-то? Вы же вчера пили. Ой. Да че там пили-то, господи? Все уже выветрилось. Да. А страховка есть? По дороге до магазина никогда никто не стоит. Ага. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Нравится? Еще как. Ой, поверить не могу, что моя. Твоя? Ну, во-первых, мой подзащитный был партнером и другом Андреева. Часто бывал в доме. Так что его отпечатки обязаны там быть. Орудие убийства. Настольные часы жертвы. Ну, Фомин мог их трогать при любых обстоятельствах. Во-вторых, факт, что камеры зафиксировали одного Фомина, не доказывает, что он был один в доме на момент совершения преступления. Это всего лишь доказывает, что только один он попал под камеру. И главное, что у моего клиента нет мотива. В этом смысле Константин Чижов, который получил по завещанию Андреева все его имущество и бизнес, больше подходит на роль убийцы. У него есть мотив. А вот есть ли у него алиби? Как вы разникули про Чижова? Ну, у вас своя работа, у меня своя. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Послушайте, если у вас дорогой костюм, совершенно не означает, что вы можете указывать мне, как проводить следственные действия. Фомин, я надеюсь, вы потом не будете это есть. Ну что, гражданин Фомин, не сумасшедший. Просто это такое упражнение. Для концентрации. Я уберу. Потом. Петенька, наверное, уже проснулся. Я пойду проверю. Занесешь продукты? Конечно. Да, может, вы поживете пока с нами? Ну, пока наследство в силу вступит. Просто дом большой, я одна, а с мужчиной как-то оно поспокойнее. Спасибо. Но у нас там мама, работа. Ну, хорошо, вы звоните, когда начнете документы оформлять, чтобы мы спеете новое жилье искать. Ой, нет, зачем так спешить? Еще полгода. Мы потом вместе что-то решим. Костенька. Ага. Я смотрю, номера у вас рязанские. Вы, случайно, не Константин Чижов? Я? Я удачно зашел. Старший следователь Шумов. Значит, с гражданкой Чеботарь. Потом побеседуем. Вы у меня в приоритете. Поезжайте за мной. Конечно. А куда? В отделение. Вопросы есть в связи с убийством Вадима Андреева. Тут недалеко. Папанос. Когда вы узнали, что Андреев завещал вам свое имущество? Вчера. То есть, до этого вы о завещании не знали? Знал. Послушайте, хватит меня путать. Говорите по существу. Знали вчера или раньше? Про завещание я узнал две недели назад от нотариуса. А про то, что в нем? Вчера. Вчера. Где вы были вечером 13-го мая? Дома с женой. Петещей. Напишите, пожалуйста, телефоны. Ваш мужа, мамы. Мы сделаем запрос по истории геолокации мобильного вечера убийства. Проверить сведения. А я как раз потерял телефон в тот вечер. У меня теперь новый. Когда? А, потеряли? Где? Честно говоря, мы не помним. Угу. Распишитесь, пожалуйста. С этого момента и до окончания следствия вы официально находитесь под подпиской о невыезде. Вы не должны покидать пределы в Московской области. А вы же уже арестовали партнера Вадима. Фомин задержан, а не арестован. Обвинение ему пока еще не предъявлено. Мы должны проверить все факты. И вот ваш муж, например, больше всех выигрывал от смерти Андреева. И это факт. Я здесь. Я без тебя домой не поеду. Следствие может тянуться. Еще что с работы делать? Увольняться. С чем работать в чужом банке, как теперь у нас есть свой банк? Только маме придется соврать, а то она меня проклянет. Сейчас скажем ей, что решили сделать и коп этим задержаннымся. Она внуков хочет, копаться в этом не будет. Только не говори ей, что увольняешься. Потом что-нибудь еще придумаем. А же где будем? У Марины. Ну, то есть у нас. Она же сама нас позвала. Это же наш дом. Настя! Я просто не понимаю, ну зачем ты соврал Шумову, что был дома? Он почему не сказал про корпоратив? Да со страха, наверное. Еще ты меня с Иванченко накрутила. Да ты тем самым нас с мамой подставил. Мы теперь обе будем врать полиции. А за это, между прочим, срок дают. Что бы ни случилось, я в любом случае рада, что вы вернулись. Петенька. Петюня. Ничего себе! Вот это новости! Ир, слушай, а ты можешь через Лью пробить местонахождение человека по геолокации его телефона? Человек зовут Костя? Угу. Настя, это из-за того, что я тебе тогда про Иванченко рассказала? Ну, слушай, если он придумал эту историю с корпоративом, это еще не значит, что он тебе изменил. А я не про это. Ну, про что? Я не про это, но хотелось бы знать наверняка. Ладно. Только это не быстро, поняла? Да. А как узнаете, я позвоню. Спасибо большое. Все, давай. Пока. А вот тут интересные цитаты. Андреев говорит… Если не можешь жить в реальном мире, нечего тебе здесь делать. А Фомин отвечает, уйди сам, без тебя нам будет лучше. Спасибо. Читать я умею. Это хорошо. А то после ваших слов о том, что новые показания сути дела не меняют, я уже засомневался. Какие-то люди слышали обрывки разговора, смысл которого не поняли. Что это меняет? То, что у них был конфликт. Эти слова несут в себе угрозу. Они вместе вели бизнес. Виделись каждый день. Мы когда с женой ссоримся, она тоже угрожает меня при души. Долгие отношения без конфликтов не бывают. Меня интересуют те конфликты, которые приводят к убийству. Ну, теперь я знаю, кого мне искать. Тогда вас найдут с веревкой на шее. Да ссора-то была незначительной. Андреев на следующий день прислал Фомину смс. Предложение приехать в гости, выкурить трубку мира. Он сразу же поехал. Фомин далеко не дурак. Вот, ну, посудите сами, если бы он хотел убить Вадима, зачем было открыто приезжать к нему домой, попадать под все камеры? Может, он не собирался его убивать? Ехал мириться. У них возник новый конфликт. Один ударил другого часами неудачно. Поймите, непреднамеренных убийств у меня было гораздо больше, чем преднамеренных. А таких спланированных, чтоб без улик и без свидетелей всего два. И оба заказны. Жаль, я не знаю причину конфликта. Готов поспорить, вы тоже не знаете. А ну разойдись, живо! И они все разбежались кто куда, а я запустила руку. Вот, пытаясь чтение усыпить, но он тут у меня пошел, не в одном глазу. Да, что ты слишком веселый. Он же не знает, что папка умер. Ай, да. Так рано отца лишился. Никаких воспоминаний не останется. Нас отец сбросил, когда мне пять лет было. Мать спилась, ее за кражу посадили. А меня тетке отдали. И росла я там, как сорняк. Вещи за сестрой до нашего. Она толстая, была высокая, все надо мной смеялись. Вот я уехала из Молдавии. Да? Потому что лучше никаких воспоминаний, чем такие. Потом Вадима встретила. Думала, вот он, счастливый билетик. Гражданство получу, работу хорошую найду. Не такую, как дома за копейки. А он взял и умер. И все. Ничего у меня не осталось. Вот только сынок, и того кормить надо. Настя, ты прости меня, я никогда никому этого не рассказывала. Ты что? Ты что? У каждого своя болевая точка. А у тебя что? Забеременеть не могу. Да ты чего? Да у тебя все получится. Да. Да ты будешь лучше мамой. Лучше, чем я. Да. Знаешь, Вадим должен был тебе все оставить. Хоть я не была его официальной женой, но Петя ведь его официальный сын. И у тебя есть права спорить решение. Нотариус так сказал. И ты должен знать, что если ты решишь, мы поймем. Я ничего не буду спорить. Может, Вадим меня не любил, но я его любила. Поэтому пусть он будет так, как он хотел. Настя, а что у вас там происходит, а? Нас мне из полиции звонили, спрашивали, где Костя был вечером тринадцатого мая. Я со страх уляпнула, что он был дома. Не знаю, зачем. Прости, что я забыла предупредить. Нет-нет-нет, это формальность, не переживай. Нет, деньги только через полгода получим. Ну, Ирка мне отолжит на ЭКО, да. Ты не волнуйся, ладно? Я тебя люблю. Все, давай, пока. Ну, ты знаешь, ты когда вырастешь, никогда не обманывай, ладно? Особенно маму. Ну все-все. Вы мне еще про работу свою не рассказывали. Я работаю в банке, но собираюсь уволиться. Костя, ты получил банк в наследство, а твоя жена разбирается в банковском деле. Да, я и сам разбираюсь, тоже в банке работал. Так, значит, ты сам сможешь управлять? Можно найти специалиста, когда Костя сможет принимать такие решения, да? Так, а зачем ждать полгода, если управляющий нужен сегодня? Да, но Костя еще не вступил в права наследства, да? Ну и что? Сотрудники банка знают, что Костя их будущий босс и, скорее всего, единственный. Потому что Вадима нет, Илья под следствием. Они будут делать все, что им скажут. Да, но у Кости нет опыта в данной работе, да? Работать будут, подчиненные. Мое дело руководить. Насколько я успел понять, работая в разных местах и насмотревшись на разных начальников, специальные знания не нужны. Принцип один. Главное, правильно себе поставить. Да, я с Костей совершенно согласна. Чтобы управлять людьми, нужно быть жестким и требовать уважения. Вот Вадим был такой. Да, и его убили. Мариночка, прости, я… Ничего, ничего, все нормально. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Настен, ты что, спишь уже, что ли? Че так рано? Ну ладно, давай я тогда завтра тебе позвоню. Не-не, нормально. Ну ладно, тогда слушай. В общем, пришла история Костиной геолокации. Ты говорила, тогда он телефон потерял, да? Да. А где, не сказал? Непонятно, он был пьяный, в такси вроде. В общем, его телефон как-то оказался в Москве. Точнее, в области, в Идицовском районе, с 21.00. Вот, и всю ночь там пролежал. А потом, все, видимо, там или батарейка села, или симку, может, вытащили, непонятно. Вот так. Че ты притихло-то? Плохо или… Ай, нет-нет, все в порядке. Спасибо тебе огромное. Я тебе просто потом еще наберу. Я сейчас больше не могу говорить. Ладно? Ой, испугалась. Да я сам испугался. У меня тоже по ночам мучаешь жаждаю. Спокойной ночи. Приятных снов. Спокойной ночи. Костя, нам надо поговорить. Костя, нам надо поговорить. Костя, нам надо поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...